Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог. В предыдущем влоге я показывала, что у нас открылось такой, ну, кафе-не кафе, такой какой-то ларечек, и там мороженое продается разное, коктейли, молочные, кислородные коктейли, но он почему-то все время был закрыт, а вот сейчас мы шли мимо, и он был открыт, и очередь такая стелла небольшая, все быстро, и мы купили просто ради пробы какой-то кислородный коктейль. Сейчас посмотрим, я уже попробовала, ну, так прикольно, вкусно достаточно. 300 мл стоит 3 рубля, ну, такой разный вкус, я выбрала клюквенный морс. Ну, вот так вот он выглядит, ну, здесь просто налили вот из коробки клюквенный морс, ну, можно сок любой там выбрать, и вот такие вот пузырьки, ну, типа кислородный коктейль, не, ну, прикольно так, он теплый, кстати, очень такой, ну, достаточно вкусный. Сашина любимое место, бегать с кем-нибудь, за кем-нибудь, орать, визжать, ну, это он любит, все игры, бегать, орать, визжать, ну, ладно, пусть побегает, мы посидим, просто солнце, оно то есть, то нету, жарко очень вообще. Пришли мы в другой район, ну, приехали, тут я смотрю, делают, что тут, подземный переход делают, ну, это, наверное, надолго, поэтому там некоторый транспорт какой-то не ходит, объезжать что-то надо. Это Заднепровье район, Заднепровье. Вон, копают, ну, да, это надолго, конечно, подземный переход сделать, это очень много времени надо, ладно. Приехали в магазин Марка, посмотрим обе босонушки летние. В центре тоже есть Марка, но два магазина, но они чуть поменьше будут, и все-таки ассортимент там разный, то есть здесь самый большой вот магазин Марка, и как будто уже летняя, ой, в смысле, женская, мужская обувь есть, посмотрим сейчас. О, раскопки. Полным ходом работы идут. Ну, вот мы уже подходим к магазину, но снимать там я не буду, потому что народа, как обычно, мало, а внутри продавцов много, и как-то у нас это не приветствуется. Потом расскажу и покажу, если что-то купим. Зашли мы в магазин, ну, тут музыка еще, к тому же, играет продавцы, ладно. Вышли мы из магазина, как бы мама померила что-то, ну, там, как, ну, в принципе, выбор большой, много, но ничего не понравилось. И снимать возможности не было, потому что куча-куча продавцов, все стоят, смотрят, народу немного, продавцов много, поэтому снимать было невозможно. Ну, в принципе, ничего не понравилось, знаете, вот мы померили что-то, ну, что-то не то, что-то не так, как бы ничего не зацепило. Цены самые разные, там, от 50 белорусских рублей до 150, как бы, то есть, ну, не знаю, в общем, не понравилось. Сейчас мы идем в Белвест. Здесь тоже есть Белвест. Посмотрим, может, там что-нибудь будет. Что тут у нас еще? Мегатоп есть. Но туда мы не пойдем, конечно. Обувь такая себе, наверное. А Белвест мы, пожалуй, зайдем. Единственное, что сейчас уже вечером. Магазин будет закрываться и показывает дождь. У нас когда неделя дождей по вечерам. Ну, тоже зашли мы в Белвест и вышли. Ну, как бы, такое все, знаете, дебелое. Такое все, ух, такое массивное, как бы. Цены чуть выше, чем марка. И так вот тоже продавцы стоят, так смотрят. То есть достать телефон и начинать снимать, это без вариантов. Зашли в Белвест. Вот такие себе, смотрю. У меня такие просто были. Я их выбросила, относила. Идеальные. Такая вот подошва. Они такие, знаете, вот мягкие-мягкие такие вообще. Ну, классные. Мне нравятся. Сейчас померяю. И стоят они, знаете, вот недорого. Сейчас скидка в Белвест 85 рублей. Натуральная кожа 35% скидка. Надо мерить. Ну, а мама себе взяла вот такие померить. 149 рублей. Они стоят вот так тоже со скидкой к ужине. Еще вот такие мама мерит. Они такие же, как белые, только в таком другом цвете получаются. Что тут еще у нас есть? Ну, шлепанцы такие. 79. Ну что? Вот эти вот турецкие. Белвест и турецкие. 91 рубль. Смотрите, какие хорошенькие маленькие цыплята. Ой, какая прелесть. Какие они пушистенькие. И уточка вместе с ними. Мама, утка. Испугались. Каково мой, как сейчас говорят, лук. Ну, имеется в виду, конечно, вот эти вот туфли. Вот эти вот туфли я нашла в шкафу. Я не знаю, сколько они лежали в этом шкафу. Но они какие-то клоунские, да? Ну, вот это вот именно вверху. Я не знаю, сколько они лежали в шкафу. И такие новые. Ни разу их не носила. Не одевала их ни разу. Марковские туфли. Марка когда-то покупала. Давно, давно. Несколько лет назад. И нашла и в шкафу. Ну, думаю, ну что добро пропадать. Надо же носить. Но сейчас понимаю, что они какие-то клоунские. И боюсь, что они будут мне натирать. Но с другой стороны, если я их нашла. Вроде как бы... Ну, поэтому вот и думаю, может быть... Выйти, попробовать рискнуть в этих туфлях. Попробую все-таки. Выйду. Конечно же, вчера вот я надела эти туфли. Надела, да? И я, естественно, натерла ноги. Ну, не сразу, но потом. То в одном месте, то в другом. Ну, то есть они такие грубые, конечно. После удобной обуви, которая наша у меня, кстати, белвестовские. Ну, то ли кроссовки, то ли что-то. Ну, такие вот... Несколько лет я их ношу. Они такие классные, такие идеальные. А эти, конечно, такие, да. Сразу. Поэтому пока носить я их не буду. Ну, может быть, когда-нибудь еще так надену. В принципе, так прикольно было. Шли сегодня с этого пункта выдачи. Смотрите, какие пакетики дают. Ну, у меня там одна маечка. Маленькие такие вообще. Зашли в кафе, купили кофе, капучино. Так вкусно вообще. Ну, вкусно. А кофе редко пьет, поэтому мне вкусно. И два таких пирожка с курицей. Ну, бироксы называются. В общем, вот за все за это 5,37. 5,37 за два пирожка и кофе. Нормально. Иди сюда. И мы руки еще не пробежим. Кофе, капучино вообще. Единственное, что оно у них такое, знаете, какое-то прохладное такое. Ну, как, не горячее. Может быть, за счет того, что просто молоко холодное добавляют в кофе. Наверное, поэтому. Но все равно вкусно. У меня опять какой-то сдвиг по фазе с этими футболками. Вот заказала себе желтенькую недавно, забрала с Валбереса. Сейчас заказала. Вот я давно хотела вот такую футболку. Знаете, белая есть такая на Валбересе. И черное такое сердечко. Ну, есть черный с белыми сердечками. Я хотела именно белую с черными сердечками. Ну, вот все. Наверное, уже майки у меня вот, ну, в футболке имеется в виду план перевыполнен. То есть, по всем цветам. Хотя, знаете, я сегодня вспомнила, что у меня нет розовый. Красный есть, а розовый нет. Мне, наверное, надо остановиться. Хватит меня и красный. Ну, правда, куда? Солить, что ли? Вот опять же, погода такая у нас, как бы, вообще непонятная. Дожди сплошные. Причем вот вышли, ничто не предвещало. Потом сидели на скамеечке так вот. Ну, вечером все нормально. Уже не показывала приложение дожди. Потом так резко так. Вот просто чуть ли не град какой-то там, буквально там 3-4 минуты и все. И опять вот солнце, опять тепло, опять хорошо. Ну, вот такая вот у нас сейчас погода. Но жара все равно, конечно же, будет. Ну, просто вот я вспоминаю последние там два года. Июнь, а вот жара. А июль такой, ну, такой вот, как сейчас июнь. Ну, значит, потом будет жара. По-любому. У нас на пункте выдачи, ну, в Альберс, какие-то такие, знаете ли, новые правила. То есть появилась новая сотрудница. Я не знаю, вот перед этим работали такие классные, ну, в смене парень и девушка. То есть вообще профессионалы быстро все там делали. Появилась какая-то другая такая в очочках. И такая, знаете, такая въедливая такая. Примеряйте товар перед камерой. Ну, такого просто не было раньше. Может быть, это неправильно, но такого раньше не было. Ладно, проверяем товар перед камерой. Потом идем в примерочную. Ну, все люди так, естественно. Что-то там померили, там что-то не понравилось. То есть приходится товара возвращать. И она так досконально у каждого берет, проверяет. Ну, что реально думает, там в примерочной что-то там сделали с этим товаром. Я не знаю. Ну, может быть, конечно, такие случаи есть. Но я думаю, что это оно единичное, даже какое-то неуважение к покупателю. пазе ну как-то так это не очень приятно честно говоря и все перед камерой перед камерой такая знаете а вторая сотрудница нормально тоже новая но она нормально все быстро профессионально никаких тебе перед камерой потом ничего не проверяет как-то настолько вот человеческий фактор имеет вот такое важное значение вот в любой сфере куда бы ни обратился зашли фикс прайс хочу себе прикупить еще таких вот вешалок у меня есть уже покупала пару раз четыре штуки стоит 480 очень удобно ну вот эти футболки развешивать платья как бы ну чтобы даже можно даже по одной единице чтобы на вешалке висел вот именно вот эти вешалки мне очень нравятся они такие классные удобные очень я не так сказала это вот четыре штуки бархатные это вот эти вот стоят 4 штуки 480 такие вот они раз а я вот про эти говорила вешалки это 5 штук 4 рубля то есть вообще классно сейчас зеленые 7 возьму я когда-то снимала влог где говорила о том что там собираюсь похудеть что так поправилась за зиму ну это где-то в марте по моему было я скинула 6 килограмм я не буду говорить что это легко и просто но в принципе ну не очень сложно потому что если ты ставишь какую-то программу себе да то есть ты ее потом выполняешь как как сделать так чтобы действительно похудеть вот на самом деле чтобы это было не сложно это настолько все просто надо чтобы в доме не было мучного и сладкого там пирожные всякие какие-то тортики вы что-то такое то есть если этого нет в доме все ты просто это не покупаешь на самом деле то есть это так работает то есть долгое время я это не буду как они тоже не покупала я конечно покупал прошли только себе но и детям но когда-нибудь что-нибудь да там что-нибудь такое это не даже не то что сладкое мучной какие-то пирожки там какие-то булочки ну дети то у меня такие едят двигаются шевелится никита вообще там ходят я не знаю по всему городу там с друзьями они там с другом ходят постоянно, то есть там вообще такой, мускулы одни как бы, да, много ходят. Вот, ему не грозит потолстеть и обмен веществ очень хороший, и всё. Младший вообще такой электровиник, как бы, да. Естественно, я двигаюсь меньше, но тоже стараюсь. И вот я вчера не сдержалась. Ну, много, ну, я иногда покупаю, то есть не то, что вообще не есть там пирожные, есть, да, днём, когда-нибудь, может быть, там даже через день, то есть это радость и себя, конечно же, надо радовать. Но вот вечером после пяти ну, или после шести есть точно не надо. Причём вообще, я вот, как бы, ну, не ем и уже нормально. То есть ложиться спать слегка голодным, ну, и даже не слегка. Это такая лёгкость. Ещё, во-первых, потому что, ну, похудение похудением, да, но плюс ещё, чтобы органы пищеварения ночью отдыхали. Потому что, ну, зачем им работать-то ночью, правда же? Они должны отдыхать, то есть там не должно быть какой-то пищи, чтобы ночью это всё дело переваривалось. Зачем? А вчера я купила детям, там, ну, много всего, там, просто Саша, когда, ну, в магазин приходит, он себе там набирает что-то ещё с Никитой вместе, там, какие-то там печенья, там, лепёшка, там, ещё что-то. А я вечером перед сном, вот, перед там самым, не знаю, было, наверное, часов полдесятого, как бы, да, вечером или даже десять. Ну, конечно, я голодная была. И мне лишь бы вот этого не видеть. И я не сдержалась. Я вот смотрю на эту лепёшку, я смотрю на это печенье, думаю, зачем вы мне это подсунули, зачем я это вижу? Они прямо передо мной это едят, как бы. И потом осталось там, что не хотели доедать. Я так боролась с собой. Нет, меня эта лепёшка победила. Я там, ну, какую-то, какую-то часть, там, даже почти половину, может быть, чуть меньше, она была такая большая, я всё-таки съела, понимаете, и жменьку печенья такого, как бы. Но я понимаю, что это лишнее было, да. Вот я к чему всё это рассказываю? К тому, что просто не надо, чтобы это попадалось хотя бы вам на глаза. То есть, если вы покупаете это мужу, детям, как бы, ну, ладно, вы же не можете всех там ограничить в этом, да и зачем, как бы, да. Но вот если вы этого не видите, то вы это не едите. Это на самом деле вот так работает. Опять же, хочешь есть, ложись спать. Хочешь есть, попей воды. Ну, как-то так. Имейте в виду только вечером. А так, чтобы вообще себе там отказывать сладком, ну, нет. Я говорю, обнаружила, вот показывала в своих предыдущих влогах, это кафе классно у нас открылось. Там такие пирожные, свежие, вкусные, пирожки по таким низким ценам. Поэтому, конечно, я себе позволяю. Но только либо утром, либо днём. Вечером ни-ни. Но вот главное, говорю, чтобы вот эта вот вся вкусноте не маячила перед глазами. И тогда всё будет классно. Ещё такой момент. Мы с мужем смотрим тик-ток. Ну, у меня свой тик-ток, у него свой тик-ток, да. То есть, алгоритмы срабатывают таким образом, что мне подсовывает то, что смотрю я, то, что интересно мне, а то, что смотрит он. И он мне всё время говорит, иди там, посмотри. Ну, даёт мне какой-нибудь ролик, там, ему что-то понравится, там, посмотреть. Что он дал мне посмотреть? Вот вчера буквально два ролика ему такие попалось. про акул. Акулы, вот ролик, да, то есть, акула на мелководье, буквально она возле самого берега, там. То есть, там брюхо по дну там ползает, и там дельфина, по-моему, она там сожрала. Ну, как бы, да, что-то такое. Я настолько удивилась, честно признаться, я не знала. Я искренне была уверена, что акула может быть только на глубине. Ну, в смысле, чтобы не было вот этого дна, да, как бы. Поэтому, когда вы были в Египте в апреле, да, я даже выбирала отчасти ещё отель, ну, чтобы интернет был в номерах, естественно. Ну, и чтобы там был такой вот берег, то есть, ты идёшь, идёшь долго, а потом уже где-то там глубина. Потому что есть такие отели, что берег, допустим, сразу раз и глубина. Ну, это дичь полная, да. То есть, это неудобно и вообще, то есть, вот. То есть, ты идёшь, как бы, получается, ну, далеко. И только там уже глубина. То есть, даже вот по таким вот принципам я выбирала отель. А сейчас, я говорю, я посмотрела, то есть, этот ролик, я думаю, ну, может быть, это как-то сфальсифицировано, сфабриковано, может быть, это фотомонтаж какой-то, нифига. Я пошла, я загуглила. Вот этот меня вопрос, почему-то очень сильно заинтересовал, что да, оказывается, это правда, что акула может быть на мелководье, что она может брюхом царапать вот дно. Это действительно правда. И это только в Красном море. Я, честно говоря, настолько была удивлена, я для себя решила, мы для себя решили, что в Египет мы, конечно, больше не полетим. Ну, и вон, как говорится, ну, мало ли. Все-таки Красное море – это акулы, как ни крути. И даже то, что вот такой вот, выбирать такой отель, где такое море, где такой заход в море, долгий, там ты идешь, это все равно, как бы, ну, небезопасно. Поэтому, а зачем, как бы, да? Ну, единственное, что хорошо, вот, например, вот мне летом, сейчас мне никуда не хочется лететь. Вот весна, вот мне, иной раз бывает, что весной куда-то хочется, когда природа просыпается после зимы, как вот в этот раз было, да, захотелось так куда-то там в теплые края, именно весной мы полетели в Египет, да. То есть, допустим, куда в апреле? Вот, ну, март, апрель, куда ты можешь полететь? Куда, правда, Таиланд? Ну, Таиланд – это очень далеко, перелет там 12 часов из Минска – это тяжело, очень, поэтому тоже нет, и, конечно, это очень дорого. Египет дешевле, хотя тоже, ну, ну, не дешевый. Ну, вообще, да, то есть, куда можно полететь весной, например. Такой ранней весной, я не знаю. У меня только Египет, Таиланд, все. В Турцию ты не полетишь, там ничего делать, ну, чтобы жара была. Ну, понятно, там Вьетнам, еще там есть какие-то другие направления, да, ну, вот просто. Ну, просто мы для себя решили, что, скорее всего, в Египет мы больше не полетим. Во-первых, потому что там проблемы с водой, все-таки, да. То есть, прикиньте, зубы чистишь водой бутилированной, только чтобы из бутылок было, не из-под крана. Это неудобно, как бы, да. То есть, вода и вот эти вот акулы, поэтому мы его нафиг, этот Египет. Ну, вот правда, меня настолько впечатлил этот ролик, я, говорю, стала копаться и узнала, что действительно они могут на мелководье плавать, поэтому, ну, вот как-то так. Вот, что касается погоды, у нас погода непонятная, вроде бы так, тепло, мы, как бы, вот в майках, в футболках, но такой, знаете, вот ветер ледяной дует, и все время дожди, дожди, то пойдут, то перестанут, там, ну, как бы целый день, только сегодня, наверное, один день, когда вообще нет дождей. Поэтому, ну, все равно будет жара, чтобы поносить свои какие-то такие летние, так сказать, маечки, сарафанчики, тоже хочется их выгуливать. Вот, вот такой получилось у меня в ложек, снимала я его, как всегда, долго, целую неделю, там, то одно, то другое. Вот, ну, как бы раз в неделю, или там даже раз в две недели я выпускаю в ложек. Ну, так вот получается. Ну, по крайней мере, как-то так быстро, раз, раз, то сняла, это сняла, и все. Все, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч, пока!